С Верой в спорт Алексей Злобин, руководитель районного Кирова-Чепецкого, НАП. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Добрый день. У нас программа выходит впервые днем, а потом уже будет повтор. Итак, ну что, давайте начнем с того мероприятия, на котором мы остановились с вами, Андрей, в прошлый раз. Это спортивно-силовой экстрим-шоу «Силовятки», которое состоялось в городе Амутнинск. Правильно? Да. Мы, наконец, готовились, готовились, подготовились, приехали. Приготовились, выступили. Да, и очень хорошо выступили. Это, я говорю, не голословно. Это мое не субъективное мнение, это мнение всех тех, кто там побывал. Это мнение и участников, это мнение и жителей города Амутнинск. Итак, как проходило мероприятие? Оно было у нас 21 июля. Да, это было 21 июля, это было воскресенье, третий день празднования День города и Дня Металлургии. Три дня. Повезло же. Повезло, потому что в эти дни отмечается не только День города, еще и День Металлургии. Поэтому праздник и длится все три дня. Три дня. Как полагается, как любой праздник, как любая свадьба, да, длится долго. Ну, что? Давайте немножечко предысторию, да, как пригласили силу «Силовятки» в Амутнинск, как так сложилось, буквально двух словах, потому что в прошлой программе мы довольно-таки подробно эту историю рассказывали. Да, мы как раз говорили о том, что мы выступили, мы не выступили, мы, вернее, были организаторами чемпионата Амутнинского района по ауэрлифтингу и силовым видам спорта. Это мероприятие прошло очень хорошо, понравилось и градоначальству, и городообразующему предприятию в лице директора, который был приглашен как спонсор, как генеральный спонсор нашего чемпионата. Ну, и в связи с этим нам было предложено выступить с силовым экстрим-шоу, так как я уже лично там участвовал в прошлом году, его уже проводил, но, видимо, жителям города захотелось это увидеть в каком-то другом виде, более широком. Расширить, да, усилить силу вятки. Идти дальше, прогрессировать, что мы, в принципе, и сделали. Значит, была договоренность с Амутнинским металлургическим заводом, они выступили, опять же, как генеральные спонсоры этого силового шоу, ну и началась подготовка. Где это все происходило? Это происходило на водной станции, вернее, на набережной. Там была, вернее, есть стационарная сцена, такая большая, где, опять же, проходили выступления коллективов народных до этого воскресенья. Предыдущие два дня празднования. Предыдущие, да, два дня празднования. Облегченная программа тогда была, а сейчас третий день усиленная. Да, с чего мы начали? Ну, во-первых, я начну с того, что принимали участие пять команд. Начну с хозяев первой команды. Команды регистрировались заранее, насколько я понимаю. Да, команды регистрировались до 10 июля, подавали заявки, комплектовалась единая команда выступающих спортсменов. Это была команда Амутнинского металлургического завода, естественно же. Конечно, конечно, было без них. Города, это другая команда города Амутнинска. И изъявили желание выступить в Верхнекамский район, город Кирс, где капитаном Александр Гонцов был известный спортсмен во всех кругах. Армрестер, жимовик хороший. Значит, команда из Кирова-Чепецка. К команду Кирова-Чепецка возглавляет Алексей Злобин, который... Да, наш второй сегодняшний гость. Да, вместе за столом. Команда Кирова-Чепецка и команда нашего города, города Кирова. Андрей, вопрос, который больше всего меня всегда волнует, это вот как именно складывались команды. То есть кто являлся здесь центральным звеном, кто объединял, потому что мне сложно представить, да, как вот могут ребята, допустим, из Нового города, в Амутнинске, там же много людей занимаются пауэрлифтингом, как так все вместе собраться и решить, что мы подаем заявку. Вот именно таким составом, как это все происходит. То же самое в Кирове-Чепецке. Ну, понятно, в Кирове-Чепецке уже есть руководитель ассоциации. В принципе, и в Кирсе, да. То есть работа здесь была руководителей, ну, и непосредственно руководителей по совместительству капитана команды. Поэтому вся нагрузка по созданию команды вложилась и непосредственно на руководителей. То есть руководители принимают на себя инициативу, ответственные за своих спортсменов и за результаты. Это была моя надежда. То есть мне обратиться, чтобы не ко всем, а не у всех спрашивать, хотите ли вы поучаствовать. Да, да, это очень сложно. Так как у нас есть руководители в районах теперь, ну, было немножко проще. Алексей, Алексей говорит, да, конечно, сделаем. И все, и началось, вот так и началось. Ну, Александр, это понятно, у него там своя команда, с которой он будет выступать. Он выступает с ними везде. То есть я уже знал, даже кто будет в команде. В принципе. Ну, а у Алексея, тут надо у Алексея спросить, как он комплектовал. Ну, да, Алексей какой? Ну, собрал самых отличных спортсменов Кирова-Чапецка. Где вы их набрали? Как вы их готовили? Ходил по залам. Ходил по залам, собирал информацию. Дело в том, что у нас в Чапецке особо не развит поролифтинг. Ну, скажем так, ходят для себя в зале. Поэтому раскачать и найти достаточно сложно. Замотивировать, да, приметь участие. Поэтому пришлось приложить, скажем так, определенные усилия, чтобы собрать команду. Заставить. Заставить. Силой заставлю? Нет. Посмотрите на него. Попробуйте откажите. Вот я и спросила, да. Исключительно уговорил по-доброму. Сказал Алексей, жав кулаки. Да, тут вариантов быть не может. Поэтому, ну, вот спасибо команде. Ну, и, конечно, спонсор у нас. Без спонсора поездка бы не получилась. Это ООСАЭК. А кто был спонсор? Ну, вот как раз организация ООСАЭК. Это организация, которая занимается ремонтами дорог и содержанием этих дорог. Ну, в данном случае, на данный момент, она выполняет работы в городе Кирово-Чепецке. Как раз примут уроки. Да, спасибо им большое, что поддержали ребят. Ну, представьте, им надо было из Кирово-Чепецка доехать до Амутненского. То есть, когда мы проводили Амутненский чемпионат районный, из Кирова приехало практически 40 участников. То есть, это было сложно. А тут из Кирово-Чепецка надо было еще приехать, еще и команду привезти. Их как-то надо замотивировать, чтобы они оттуда ехали в Амутненске, представляете? Сложно. Ну, тут большое спасибо, конечно, Алексею, что он как-то смог это сделать. Давайте тогда, коли уж мы говорим о подготовке команды, на примере Кирово-Чепецкой команды, расскажем, какие испытания следовало преодолеть ребятам. То есть, что их ждало? Как складывалась их подготовка? – Было очень много вопросов. То есть, ну, скажем так, вот эти номинации, конкурсы придумал я, наверное, половину с Ильей, это капитан Илья Мечев, это капитан команды из города Амутненск, тоже наш представитель, руководитель районного отделения. Что, значит, первое, это перекати поле. Это надо было перекатить покрышку, сделать четыре оборота. Это покрышка от трактора К-700, тяжеленная. – Сколько? – Сколько? – Порядком 220 килограмм. – 220 килограмм. – 220 килограмм, да. – Красота. – Нереально тяжелая. – Сколько раз надо было так поднять? – Четыре. – Четыре. – Четыре раза надо перекатить. – Каждому человеку? – Нет. Один участник команды выполняет определенное движение. Ну, это с целью того, чтобы, во-первых, соревнования такого уровня были в первый раз. И плюс, чтобы не затягивать. – Ну, чтобы, да. Основное это было, чтобы не затягивать. – Ну, и посмотреть на будущее, просто определиться. – Как пойдет, да? – Да, как пойдет. – Давайте вот раз мы про перекати поле говорим. То есть вы тренировались на реальных покрышках? – Ну, скажем, покрышки были реальные, но не такого веса и не такого размера. То есть исходили из тех условий, что могли подобрать. Например, опять же, да, нам СЕК предоставил покрышку, ну, скажем так, весом 150 килограмм. Она и легче, она и меньше. То есть, ну, осваивать движение приходилось на ней. Вот как вариант. – Насколько успешна была практика, учитывая, как вы потом столкнулись с реальной покрышкой 220 килограмм? – Ну, скажем так, первый опыт достаточно неплохой. В следующий раз мы немножко усовершенствуем, найдем уже нужного. – Уже нужную покрышку? – Да, нужную покрышку. – Да, и на ней отработаете. – Главное, заразились. – Да, это самое главное. – Да, теперь они уже хотят этим заниматься постоянно. – Так, перекати поле понятно. Следующее испытание. – Следующее. Еще интереснее, нужно было перетащить пожарный автомобиль. – Мы это анонсировали, кстати. – Да, пожарный автомобиль, весом он приблизительно около 11, от 10 до 11 тонн, тоже это упражнение выполнял один из участников команды. – Один? – Один, да, конечно, один. Не всей командой они его тянули. – Пахтите. – Один. – Вообще-то командой легко, конечно, 14 тонн столкнуть, да? – Ну, я не думаю, что там какие-то были. – Так. – Ну, надо сказать честно, что практически каждое движение я попробовал на себе, чтобы не столкнуться с тем, чтобы команды не смогли, допустим, выполнить это. Не очень это хорошо. – Ну, конечно. – Все-таки это одно составляющее слово. – Да, шоу. То есть это экстрим-шоу. Представляете, у кого-то что-то не получится, не очень хорошо будет выглядеть. Тем более столько было людей, я не сказал об этом, что зрителей было порядка где-то 500-600 человек. Это очень много. Нереально много. Просто на концерте было, наверное, людей меньше, чем у нас на этом экстрим-шоу. Мы пробовали в пожарной части нашей Кировской. Одну машину попробовали, не получается, вторую попробовали, не получается. И, в принципе, было уже настроение не очень хорошее. И потом, ну, после нескольких попыток у нас все-таки это получилось, мы начали постигать технику, как это делается. В общем, у всех все получилось, все было хорошо. – То есть в пожарной части здесь, в Кирове, вам разрешали так вот подтягать машинки. – Да, даже и в Чапецке, то есть огромное им спасибо за понимание. Идут навстречу и предоставляют. – Все-таки, то есть вы пробовали тягать машину, несколько раз не получалось. Вы какую-то особую облегченную машину нашли? – Нет, мы наоборот брали тяжелее машину. Не легче, а тяжелее. – КамАЗ, КамАЗ, наверное, там 15-16, но во всяком случае в Чапецке мы брали КамАЗ 15-16. – А, то есть здесь вы наоборот на усиление шли, да? То есть у вас был запас такой? – Да, скажем так. – Мы пробовали и ЗИЛ, и КамАЗ, мы пробовали разные машины, то есть там трехосная, двухосная. То есть некого рода, наверное, такой эксперимент немножко проводили. – Ну, если с покрышкой, примерно понятно, как это происходит, да? То есть в кроссфите это довольно-таки распространенное упражнение, многие его видят, да, представляют хотя бы, как поменять. – Ну, да. – Ну, как технически сдвинуть автомобиль? То есть там цепляется какой-то трос? – Там цепляется трос – это, естественно, такая шлейка альпинистская делается. – Да, оборудование альпинистское полностью, которое нагрузка распределяется равномерно по всему корпусу, от пояса до плеч. – Но тренировались мы не так. – Так. – То есть тренировались мы просто брали пояса и привязывали к машину пояса. – Просто привязывали, да, и всё. Это немного сложнее, чуть проще, конечно, с шлейкой это делать. Канат привязываться напротив автомобиля, то есть мы руками ещё помогаем, тянем руками, отталкиваемся ногами. Есть, конечно, определённая техника, с которой немного проще тянуть мелкие шажочки, определённый наклон, очень сильно руками и одновременно с ногами. Так она сдвигается. Как только отпускаешь руки, ногами уже невозможно снять. – Не вытянуть. – Не вытянуть. – Круто. Очень круто. Дальше. Какие ещё испытания были? – Карамысло. Карамысло – это, ну, в нашем случае мы по чертежам варили, не мы, сразу хочу поправиться, Илья Мичёв из Амутнинска со своей командой делали, сами варили вот это вот карамысло, буквой «П» такой снаряд. Он весом… – Ну… – Весом… – Сто тридцать. – Сто тридцать. – Нет, сто тридцать саморамок и плюс блины ещё сверху вешались. Это сто пятьдесят килограмм такой карамысла, и с ним нужно было пробежать двадцать метров. – Ну, вроде немного, двадцать метров. – Ну, как сказать. – Ну, надо на скорость пробежать. – Скорость. – Скорость. То есть, кто быстрее, тот и лучше. – Класс. А здесь сколько участников от команды было? – Тоже один. По одному участнику из каждой команды. То есть, пять человек бегали с этим карамыслом. Народ повеселили. Народу очень это… Просто мне понравилось. – Ну, слушайте. Вот то, что вы говорите, на самом деле, это же невероятно травмоопасно. – Ну, я бы не сказал. – Поясните. – Вообще, в принципе, всё, что не делается физически, это всё травмоопасно. – Да, да, да. – Как здесь следили за состоянием спортсменов? – Ну, во-первых, страховали. Вот Алексей бежал. Ты бежал, да, с скоромыслом? – Да, 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 я бежал с скоромыслом. То есть, стоишь раму, приготовился, то есть, даёшь команду суде, что ты готов, время пошло, ты побежал. И рядом ассистенты из команды страхуют. – Страхующие обязательно. – То есть, на тот момент, если спортсмен начинает заваливаться вперёд и падать, то есть, они подхватывают раму и не дают завалиться, чтобы тебя и придавило. И они полностью на всей дистанции тебя до финишной черты сопровождают. – Спровождают. – За какое ты время пробежал? – Восемь секунд. – Восемь секунд он бежал двадцать метров, но лучшее время, я открою тайну. – Так. – Семь секунд. – Это кто? – Это команда Мутницкого бежала. – Ну, ребята, сами сварили. – Да, сами сварили. – У них был огромный плюс, что всё оборудование, которое было на экстрим-шоу, оно было ими обкатано. В принципе, всё правильно было сделано. – И пожарный автомобиль, который тягали, они его именно и тягали. – И тягали. – Ну, мне кажется, они, соответственно, и победили, да? – Ну да, они, соответственно, и победили. – Молодцы, хозяева, молодцы. – И ещё что мы расскажем интересного? – Ещё одна номинация – это прогулка фермера. – Звучит хорошо, так легко. – Нет, или богатырская в нашем случае, я немножко переименовал, богатырская прогулка – это, значит, такие кислородные баллоны, к которым были приварены ручки, значит, места под блины ещё. Общий вес каждого баллона – 75 килограмм. – То есть, в сумме тащишь 150 килограмм и опять на время. – Как за водичкой сходил в Кирове, да? – Да, конечно, конечно. – Прогулялся. – В принципе, мы каждый день ходим так вот за водичкой. – Да, конечно. По пятёрочке так взял и… – Всему подъезду принёс, и всё ей хорошо. – Хорошая тренировка, кстати. – Очень. – Социальная такая. – Это тренировка настоящего мужчины. – Да, джентльмена. – Джентльмена, да. Как-то я в комментарии написал, в ответ на какую-то благодарность одного из жителей города Мутницка, я говорю, это полезно тем, чтобы люди увидели, как выглядят настоящие мужчины. Вот, пожалуйста. – Было, было. – Очень важный опыт. – Девушка написала. – А, да-да-да. – Девушка написала. – О, как же ей было приятно. – Олеся. – Олеся. – Девушка Олеся нас слышит. – Из города Мутницка. – Завидуем вам, Олеся. – Заключительный конкурс. – Заключительный конкурс. – Это был уже такой командный, где участвовали все. – Ну, наверное, самое-самое лучшее перетягивание канатов. – Субъективная оценка Алексея. – Кому что понравилось. – Да, это действительно очень интересно. – Тут именно такой уже характер. – Перетягивание каната. – Это характер командный. – Не именно дух. – Дух. – Здесь работают все одновременно. – Все, да. – Не именно показатель одного спортсмена, а именно команды. – Должна быть слаженная работа. – Слаженность. И если бросит один, подведет всю команду. – Все, да. – И что мне понравилось, как ведущему этого шоу, мне понравилось то, что они, поборовшие, вернее, потягав этот канат один раз, то есть уходят в следующий этап и меняют участников местами. То есть они уже начинают думать прямо там. – Стратегически мыслить. – Да, стратегически мыслить. – Меняли, и это было все в лучшую сторону. То есть они стали понимать, что по одному, если поставить одного человека впереди, и он будет тянуть, а остальное помогать, ничего не выйдет. Только вместе, только слаженная работа, как работа в любой команде, приведет к успешному результату. – Ничего другого тут не поможет. Можно выбрать огромного богатыря, который возьмет и его перетянут. Эти пять человек, которые с другой стороны были, они его перетянут. В жизни то же самое. – Вместе мы сила. – Вместе мы сила. Сила вятки. – Сила вятки, так точно. Но, насколько я знаю, помимо таких вот общих командных конкурсов было и шоу, сам элемент шоу. – То, с чего начиналось… – Алексей, извини, но я не могу про это не сказать. – Не сдерживайте себя, скажите. – Я скажу ясно. – Меня прямо рвет. – Как грелка. – Как грелка. – Забегай вперед. – Прямо изнутри. Ну, значит, само шоу начиналось опять же, как уже водится, с презентации нашего гимна, нашего спортивного гимна вятки. Как презентовали мы его на дни города в Кирове, так и мы презентовали его в Мутнинске. С него все началось. И под звуки вот этого гимна мы видели молодое дарование. Это Даша Петровская, Дарья Петровская выступала. Это с силовым жонглированием. Она выступала вместе со своим учителем и напарником по силовому жонглированию Денисом Николаевым. Мастер спорта международного класса, чемпион мира, Азии, Европы. Вот так. – Гири по 16 килограмм. – Да, гири по 16 килограмм. Они жонглировали, как маленькие мячики. Это очень эффектно, это очень красиво. – Высоко подлетали, да? – Высоко, да, очень высоко. У нас в группе «Напкиров» есть и видео. – Вконтакте. – Я выкладывал. Вконтакте, да, группа «Напкиров». Там есть и видео, и фото. Дарья, конечно, уникальный человек. Я думаю, что ее ждет очень хорошее спортивное будущее. Она большой молодец. И когда силовое жонглирование мужчин, это привычно смотрится. Здорово, мужики кидают гири, это нормально. Но когда там девушка, я открою, Даша, прости меня, пожалуйста, я скажу, сколько тебе лет, ей 15 лет. – Обалдеть. – Да. – И все, призывание у человека уже есть в жизни. Сколько гири было задействовано на жонглирование? – Нет, у каждого спортсмена по одной гири. – По одной гири. – Да. И после этого жонглирования были приглашены, скажем так, из каждой команды по уникальному спортсмену. – Так. – Который может чем-то удивить публику, так как все-таки в названии есть слово «шоу», я уже второй раз это говорю. мы должны были как-то взбодрить, как-то зажечь, зарядить. – Заразить. – Заразить, как вы говорите. – Заразить людей. Вышел, опять же, мой друг Алексей, руководитель Кирова-Чапецкого, нашего НАПА. – Я думала, вы его на десерт оставите. Давайте с него начнем. – Никакого десерта, еще много десертов. – Так. – Алексей вышел и… – И поразил всех. – Прям не метафорически, а прямым текстом порвал грелку. Взял просто и надул, и это уже было не впервые. Первый раз на Мистер Чемпионов ДНТ. Да? – Да, по-моему, да. – Он уже забыл, сколько грелок порвал. – Но мы считали до эфира, вы сказали, что это была четвертая грелка в вашей жизни, да? – Да. – Четвертая грелка в жизни. – Четвертая, да. – Конечно. – Если щеки не порвутся, то порвется еще много грелок. Я всегда, когда смотрю на его щеки, у меня такое ощущение, что они тоже лопнут вместе с грелкой. – Ну, они выглядят довольно надежно. – Щеки хорошие, да. – Хорошие щеки. Итак, то есть две грелки вы порвали на тренировках? – Совершенно верно. – Это специально. – Когда Андрей сказал, что Алексею надо, да, вы мне рассказывали. – Да. – Почему именно с грелкой возникла идея? – Ну, как элемент, эффектно, красиво. – Ага. – То есть там по телевидению все так делают, да, на YouTube? – Не каждый это может, да. – Да, конечно, не каждый. – По телевизору мы все видели, а в реальности никто этого, ну, не никто, конечно, кто-то все равно видел. – Ну, то есть… – Ну, то есть… – В Амутнецке точно никто не видел. Решили там показать. – Третья грелка у вас была в Кочерском парке. – В Кочерском парке, да. – Случилось. – И здесь четвертая. – Здесь четвертая. – Сложно? – Там она легче как-то порвалась. – Ну, здесь была самая ужасная грелка. – Почему? – Она просто на солнце полежала и стала очень эластичная. – А, долго пришлось делать. – Пришлось очень долго надувать. Там шарик был. – Я еще похвалюсь. Кроме всего того, я еще являюсь, наверное, и тренером Алексея, поэтому я обязанному усложнять задачу. – Да, да. – Ну, все понятно. – То есть вы специально это сделали? – Мы в рост идем. – Нет. – Я этого не знаю. Но так получилось. Это тоже хорошо. – Ну, так, наверное, эффектнее было. – Эффект был хороший. – Хлопот мощный? – Люди поддерживали. Да, там бомбит так здорово, бах, разлетает все в все стороны. – Хлопот. – Поддерживали очень здорово. Андрей поддерживал. Команды очень здорово поддерживали. И зрители. – А была вероятность, что не порвется? – Была мысль, когда же это… – Надоело уже стоять. – Когда же она охотная. – Сложный это, Алексей? – На какой-то момент уже дыхалки не хватало. – Угу. – Вот у меня был вопрос за эфиром, я уже начала его задавать, что, ну, вот таким вот вещам как бы жонглировали, понятно, есть гиры в зале, да, то есть можно как-то хочу ее там попробовать поучиться, пожонглировать. А вот грелки, вот таких упражнений нет. И таких тренажеров вроде бы как бы нет. – Есть техники. – В общем, техника и физическая подготовка. Но вот после таких грелок у меня жутко потом болит пресс. Он может у меня болеть дня два. Потому что очень колоссальная нагрузка на пресс. – Самое лучшее упражнение, наверное, на пресс. Вот надувайте грелки, господа. – Но так как… – Проконсультируйтесь специалистами. – Алексей – жимовик. То есть Алексей жмет штангу. И жмет через день, да. У него дыхалка очень хорошая. Бывают два жима за одну тренировку. И поэтому… Представьте, он постоянно жмет и постоянно… – На усиле выход. – Да, на усиле. И каждую тренировку, я надеюсь, когда Алексей даже тренируется без меня, он делает упражнения на пресс. Я надеюсь просто… – Делаете? – Ну, конечно. – Ну, конечно. Если бы тренера здесь не был, по такому бы говорили. – Ну, да. Алексей порвал грелку. Значит, у нас был капитан кировской команды Дима Липустин. Он поднял одной рукой штангу 50 кг. – 50 кг. – 50 кг. – 50 кг штангу одной рукой. – Это же сложно там балансировать. – Ты прям с земли ее поднял? – С земли, да. – И поднял еще всего. – Это очень сложно эффектно. – Да, она же там длинная такая гриф самая. – То есть здесь надо и баланс поймать, и еще… – Ну, и так как я этого… Вот это я не делал, поэтому я не могу сказать. Ну, для меня это, на самом деле, ну, что-то такое за гранью. Это очень трудно. – Да кисть как надо фиксировать. – Я делал такое упражнение, это турецкий подъем. – Какой вес? – 48 кг. – Ну, то есть Алексей тоже это может сделать. – Ну, широко очень. – То есть это достаточно сложно сделать и поймать этот баланс и удержать ее в верхней точке одной рукой. – Кисть жалко. – Следующий участник, опять же, Кирово-Чапецкой команды был. Это Александр Трапезников. – Трапезников. – Он делал в рывке, гирю поднимал 50 кг. Но Кирово-Чапецк славится школой гиревиков, поэтому я почему-то был не удивлен, что Александр вышел и ему принадлежит, я сейчас вспомню, рекорд Кировской области. Он в рывке поднял гирю 50 кг 48 раз. – Обалдеть. – Подряд? – Дерзайте, ребята, пробуйте. – Подряд? – Подряд, конечно. – Невероятно. – 50 кг, да. То есть мы где-то все балансировали на уровне 50 кг. – Киограмм. – Подъемы. – Грелки. – Да. – Так, еще что мы скажем про Мытниск? – Ну, вот, в принципе, мы начали почти с конца и закончили начало всего этого мероприятия. Я уже говорил, что собралось невероятно много зрителей, даже кто-то сказал, что на выступающих артистов приходило меньше людей, чем пришло… – Это, конечно, показатель. – Даже была одна маленькая жалоба, что… Ну, это в мой огород, тут, конечно, был камень, что было организовано не так, как хотелось бы, так как ждали это мероприятие все с трепетом, а было из-за большого числа людей не видно спортсменов. – Да, кстати. – Тут, я не знаю, тут не мог амфитеатр устроить. – Тогда брать огромные экраны и транслировать это все. – К сожалению, это очень дорого, но мы к этому идем. – Все впереди, конечно. – Если у нас такие будут спонсоры, как Амутнинский металлургический завод, мы будем ставить и экраны ставить будем. – И олимпийские снимите потом, да, круглосытихолл и прочее. – Да почему бы и нет. – Почему бы и нет. – Да, итак, времени много у нас осталось, и между тем мы продвинулись к самой главной теме нашего сегодняшнего эфира. Это анонс важного события – это открытый чемпионат Кирово-Чепетского района по пауэрлифтингу. Правильно? – Да. – Когда он состоится и что-то такое? – Это будет проходить, конечно, в Кирово-Чепетске. Будут задействованы два дня. Это будет 7 и 8 сентября. Первый день будут силовики, вот такие же здоровые спортсмены, как Алексей. А 8 числа это будут участвовать школьники, участники образовательных учреждений. Мы будем перетягивать канат, нам очень это понравилось. Я думаю, что мы будем продолжать это. Но я думаю, что Алексей сам расскажет, что он там будет вытворять 7 и 8 числа, так как это будет происходить на его территории и полноправным хозяином будет Алексей. Поэтому он и расскажет. – Вам слово, Алексей. Хвастайтесь. Что нам планировали? – 7 числа на открытии будет определенная программа, традиционно с гимна. Выступят ребята со своими номерами. – Что за номера будет? – Ну, это уже непосредственно сейчас пока не будем говорить. – Алексей, я тебя перебью без интриги. Я тебя перебью. У нас будет Даша Петровская выступать с этим же номером. – Класс. То есть теперь и жители Кирова Чепецка, и все желающие, кто из Кирова приедет, смогут это увидеть воочию. – 15 лет, девчонки. – 15 лет. Так, продолжаем. – Будет классический первый гимкинг. Это будет приседание, жим, тяга. Будет отдельное движение тяга, отдельный классический жим, народный жим и подъем штанги на бицепс. Второй день у нас именно перетягивание канатов командное. Там будут дети, школьники, взрослые команды, то есть кто подаст. Я надеюсь, что у нас откликнутся взрослые, так как мы своей командой, которая выступает на северном экстриме, поучаствовать еще раз не против. – Ну, конечно. Конечно. То есть вам нужны соперники? – Конечно. – Если у вас команда самых крутых пауэрлифтеров Кирова Чепецка, кто может с вами соревноваться? – На каждых крутых есть еще круче. – Это да, это вызов. – Поэтому мастерство в том-то и дело так и оттачивается. – Совершенно верно. Так, первый день, насколько я понимаю, там только профессионалы могут ли как-то поучаствовать? – Не только профессионалы. Это не делается, чтобы вышли только профессионалы. Это делается для того, чтобы каждый желающий вышли и попробовали. – А то есть можно будет? – Это нужно сделать. Может быть, кому-то понравится, кто-то это начнет дальше также продолжать. Может быть, кто-то этим заразится. – Какой уровень подготовки должен быть у спортсмена или у любителя, чтобы принять участие в соревнованиях? – Минимальный уровень подготовленности обязательно должен быть. Это должна быть определенная экипировка, о которой мы уже говорили в предыдущей программе. Хочу сразу сказать, что у нас будут принимать участие и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. – Да, да. – То есть, как всегда, я стараюсь держать слово в этом плане, что у нас будут выступать дети, да, и будут выступать дети с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно. И плюс, очень интересно, у меня в зале тоже товарищ один хочет выступить, вот именно у него есть проблемы со здоровьем, но желание огромное, поэтому… – Вперед. – Делайте спортивные мероприятия для профессиональных спортсменов, которые уже подготовлены и уже занимаются много-много лет. Это, конечно, здорово. А куда деваться остальным людям, которые хотели – Конечно, тоже же хочется и развиваться, и подключаться к этой культуре. – Естественно, мы должны мотивировать и делать все для того, чтобы такие спортсмены, начинающие могли себя… – Справки нужны какие-то? – Конечно. – То есть, о допуске к соревнованиям? – Возрастные ограничения? – От 14 лет. – Ну, от 13-14 лет. – 13-14 лет. – А как подавать заявку? – Куда? – Официально группа НАП у нас на сайте. – На сайте? – Вконтакте. – Вконтакте. В группе НАП Киров есть специальная кнопочка «Подать заявочку». Прямо название написано на ней. Кирово-Чепецкий открытый чемпионат районный. – Так, первый день – это традиционные упражнения пауэрлифтеров. Второй день – перетягивание канатов. Здесь, насколько я понимаю, заявки подаются командные. – Командные, да. – Сколько человек в команде? – И через департамент образования, как мы разговариваем? – Восемь человек команда. – Ну, немало. – Это немало. – Да, то есть команда должна состоять из восьми человек, но здесь нам со школьниками, как Андрей Петрович говорит, департамент образования должен помочь, должен организовать школу и школьников, набрать команды. – Чтобы им проще было участвовать. – Да, чтобы они выступили. – Мальчики и девочки отдельные или вместе? – Я думаю, что будут все вместе. – Ну, по-моему, мы уже посмотрим. Если будет достаточно девушек… – Сделаем отдельные. – Сделаем отдельные, это не вопрос. – Отлично. Чем еще порадует нас чемпионат по пауэрлифтингу Кировича Пески? То есть участвуют не только представители Кировича Песка со всей области, но тоже, наверное, иногородние. – Так как он открытый, принимают участие все желающие. То есть из любого района, опять же, из Амутненского у нас едут, по данным нашей разведки, я знаю, что… – Хорошая у тебя разведка, что едет минимум 5-6 человек из Амутненского. – То есть с Канатом они не будут участвовать? – Нет. – Отлично. Прямо все шансы. – 7 числа они будут участвовать. Значит, едет Кирс обязательно, едет у нас Белая Холуница, ну и Киров, естественно, потому что мы близко находимся. – Посмотреть можно будет просто прийти? – Конечно. Даже приветствуются. – Где это все будет происходить? – Вятский автомобильный промышленный колледж. – Отлично. – Всех найдет туда дорогу. – Да. И будет наслаждаться прекрасным шоу, спортивной атмосферой, да, атмосферой добра, конечно же, как силовятки. – Ну, как всегда, мы какое-то шоу открытие, естественно, организуем. А дальше, ну, это уже обычное спортивное мероприятие, я думаю, где зрители очень нужны, потому что зрительская поддержка очень важна для спортсмена. – Определенный заряд создает. – Да. – Итак, на этой ноте мы закончим сегодняшнюю программу. Мы сегодня говорили о прошедшем уже спортивно-силовом экстрим-шоу «Силовятки», которое проходило в конце июля в Мутнинске, и анонсировали открытый чемпионат Кирово-Чепетского района по пауэрлифтинг, который состоится 7-8 сентября. Заявки можно отправлять, они принимаются. Как долго еще будут приниматься заявки? – До конца августа. – До конца августа, поэтому время есть, но не затягивайте, потому что, возможно, количество мест ограничено будет пределами зала, которые выделены спортсменам. Итак, говорили мы сегодня о пауэрлифтинге. Конечно же, в гостях у меня был Андрей Кириллов, президент Национальной ассоциации пауэрлифтингов Кировской области, и Алексей Злобин, руководитель районного Кирово-Чепетского НАП. Спасибо большое, уважаемые гости. Желаю вам успешного проведения турнира, чемпионата, и после этого жду к нам в студию с рассказом. – Спасибо вам. Всем всего доброго. Ну и хорошего всем всегда настроения. – Спасибо, Иван. С Верой в спорт. – Спасибо, Иван. – Спасибо, Иван. – Спасибо, Иван.